Всем привет! С вами Диана Суворова и в сегодняшнем видео я буду делать макияж и прическу из 80-х. Буквально вчера я посмотрела фильм «Деловая девушка». Это один из самых моих любимых фильмов. Он был снят в 88-м году. Там играют прекрасные актеры. Сигурни Выбер, Мелани Гриффит, Гаррисон Форд, Олег Болдуин. Я обожаю этот фильм. Он прекрасно передает атмосферу, макияжи, моду того времени. Поэтому я очень сильно вдохновилась и решила, что сегодня я сделаю такой собирательный образ, который, в общем-то, хорошо показан в фильме. Это такие пышные прически, яркие макияжи. В общем, попытаюсь перевоплотиться в «Деловую девушку» из того фильма. Особенно сильно мне запомнился макияж и прическа героини Синти. И мне кажется, это просто идеальное воплощение 80-х. Так что сегодня это и буду повторять у себя на канале. Прическу, кстати, я сегодня буду делать не сама. Я пригласила свою знакомую и стилиста по волосам Снежану. Она что-нибудь такое сообразит в духе того времени. Но я думаю, это будет что-то несложное. И вы запросто это сможете повторить, например, на какую-то костюмированную вечеринку, типа Хэллоуин или что-то такое. Если вам интересна эта тема, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы все еще не подписаны или сегодня зашли впервые сюда. Буду очень рада, если вы останетесь с нами и будете следить за выходами новых видео. Ну, а мы, конечно же, начинаем. Итак, я уже со Снежаной. Поприветствуйтесь. Снежана уже начала тут колдовать над моими волосами. Что мы сделали? Мы сделали немножко объемчик, сделали с помощью плойки. Плойки. Закрутили, конечно же, модную челочку. И сейчас мы будем гофрить волосы вот такой вот штукой. Это гофры, видите? Мы будем все волосы так делать. Да, все волосы гофрим, чтобы... И что у нас будет? Объем? Пуш, большой объем. Окей, все, мы поехали. Это не очень сложно, да? Да, очень сложно. Так что мы начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы берем пудру. Пудру для объема. А что у тебя за пудра? Пудра-то автоматичная. Ага. Сыпем ее куда? По всей длине? По всей длине и на полишке тоже. Боже, а потом это отмоем? Ну, может быть. Может быть, а может быть и нет. И что мы будем начесывать? Маленькой расческой, да? Да, маленькой расческой. Эта пудра делает волосы очень такими вязкими, как будто бы они, не знаю, не мытые, да, там где-то несколько дней. Аж такое, ну, немножко липковатое. Но зато оно хорошо будет держать начес. Чем начесываем? Маленькой расчесочкой? Расческой расческой. Угу. Так. Полностью. Смотри, как стоит прядь. Ого. Даже без лака. Даже без лака вообще. Посмотри. Вот это средство. В общем, если нужен начес, то без пудры, конечно, не обойтись. То есть мы все начешем вот так, а потом будем укладывать, да? Да. Покажи. О, боже, вообще. Гнездо. Гнездо из 80-х. Гнездо из 80-х. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я буду продолжать с макияжем. За основу я взяла, конечно же, фотографию Синтии. И буду начинать с нональной основы. В то время, конечно же, тональные были все матовые. Тут самое главное, это, конечно, ровный тон лица, без каких-то бликов, побольше тона и побольше пудры. Кстати, если вы пропустили на моем канале видео, где я крашусь как в 90-х, обязательно его посмотрите. Потому что я там воссоздаю практически точный образ свой из 90-х. Я как раз достала это время, потому что в 80-х, конечно, мне было еще очень мало лет. Родилась я в 79-м. И все 80-е у меня были, конечно же, в очень юном еще возрасте. А вот 90-е, конечно, это мое золотое время, скажем так. Так, теперь я добавляю консилер еще под глаза. И этот же консилер у меня еще и будет как база по тени. Тени, конечно, в этом макияже самые-самые интересные. Мне кажется, что только вот в то время, ну еще и в 90-х красили тени прямо до бровей. Причем краски и вариации оттенков были вообще разнообразные. Теперь мы хорошо добавим пудры. Пудры можно, конечно, не жалеть. Если посмотреть на фотографию Синти, то контурирование у нее сделано практически розово-рыжими, такими румянами. И, собственно, это я и буду делать. Розовые румяна вместо контуринга. Вообще, то, что нужно. По-моему, прекрасное контурирование. Теперь я сделаю брови. В общем, если посмотреть на ранние фотографии даже Мадонны и вообще моделей того времени, то брови как раз были широкие. Мне кажется, только в 90-х они стали немножечко потоньше, если не сказать совсем тонкими. В общем, у меня брови и так довольно широкие. В общем, я их так вот причесывать именно не буду, но сделаю их такими более пушистыми, что ли, мне кажется. В общем, более такими активными. Ну что же, самое интересное, это, конечно же, тени. И на фотографии у Синти я вижу макияж такой двухцветный, активный зеленый цвет у внутреннего уголка глаза. Глаз как бы поделен пополам и дальше идет какой-то коричневый оттенок. Я вот тут нашла легендарную палетку пицца. И у меня здесь есть отличный матовый зеленый и вот такой вот коричневый оттенок. Возможно, я еще добавлю каких-то шиммерных цветов. У меня здесь все матовое. Но в то время, конечно же, перламутровые тени были на пике своей популярности. Но мне кажется, что все-таки на фотографии и видео именно матовые оттенки. В общем, попробуем что-то воссоздать похожее на этот макияж. Поэтому для начала я буду набирать зеленый оттенок. Мой самый любимый из этой палетки. Не думала, что я вернусь к ней опять. Если, кстати, пропустили видео про тестирование этой палетки, то обязательно вы тоже смотрите. Кстати, вот я заметила по фотографиям и по видео, что макияж не был сделан вот так вот аккуратно, как вот сейчас вот все привыкли с растушевочками. Он какой-то, я бы сказала, даже небрежный этот макияж. Ядреный зеленый цвет, мне кажется, прям очень сильно похож на тот, который именно в видео. Очень красивый. Я здесь нанесла побольше пудры под глаза, что если будет осыпание, можно все встряхнуть. Так, боже. Вот это жалко. У меня дискотеки, конечно, нет. Субтитры сделал DimaTorzok Что касается помад, то я посмотрела и в фильме, и на фотографии. Оттенки все были довольно рыжие какие-то, все очень блестящие. Я вот нашла вот такой оттенок. Посмотрите, какое сочетание получается. Это NYX Sleep Tees номер 12. Вот такой вот оттенок. Но надо сказать, что он просто как блеск для губ. Но мне кажется, что самый классный вариант, это были бы металлические помады с таким, знаете, металлическим сиянием. И я нашла вот два оттенка вот таких вот. От NYX Soft Matte Metallic Lip Cream. То есть это металлические помады. У меня в двух оттенках. 0,7, 0,6. Ну что, давайте попробуем. Я начну, наверное, вот с такого. Он более приглушенный. И на центр я добавлю более рыжего. Да, вот мне кажется, именно такой оттенок и должен быть. Мой прекрасный макияж, прическа готовы. Я дополнила свой образ успешной женщины из 80-х. И, конечно же, розовым пиджаком с накладными такими плечами большими. Тогда это было очень модно. И мне кажется, что очень круто вообще сложился весь образ как пазл. Леопардовая футболочка. Тут такие украшения. Макияж, конечно же. Если он вам понравился, ставьте лайк. Кстати, если хотите продолжение этой серии, возможно, макияж из 70-х или 60-х. Давайте поставим лайк этому видео. И я, конечно же, буду снимать продолжение. Всех люблю и всем пока!